Иван Бойцов, руководитель Aviasales B2B, развеет вообще все мифы про бизнес-путешественников и расскажет аффилиатам, как же на них заработать. Ваня, передаю тебе слово. Да, всем привет. Я действительно расскажу про Aviasales для бизнеса, что это за сервис, зачем мы запустились и как можно заработать с помощью нашего предложения. Итак, Aviasales для бизнеса — это новый сервис на рынке бизнес-тревела. Мы запустили его в апреле этого года. И я расскажу сейчас, зачем. Я думаю, что вы все знаете прекрасно, что такое Aviasales вообще в принципе, чем занимается Aviasales — это крупнейший мета-поиск авиабилетов на российском рынке. Мы очень долго думали, куда же дальше расти. И, собственно, у нас достаточно большая доля уже на рынке B2C. И обратили свое внимание на B2B-рынок. РБК не так давно выпустил исследование, в котором посчитал, сколько же денег, собственно, занимает бизнес-тревел на общем рынке тревела в России. И вышло, что в 2019 году бизнес-путешественники потратили 675 млрд рублей. И это одна треть от рынка тревела вообще в принципе в России. Это очень большие цифры. И нам, конечно же, захотелось какую-то долю от этого рынка получить. Плюс, рынок достаточно перспективный. Он растет на 10-15% в год в году. Пандемия, конечно, внесла свои коррективы. И мы пока не знаем, что будет по итогам 2020 года. Но до пандемии прогнозы строились на постоянный рост и увеличение общей доли в рынке тревела. Есть некоторая особенность. На самом деле большая часть бизнес-тревел-рынка – это госсектор и это компании, которые покупают услуги с помощью тендеров в каких-то определенных агентствах. И в них достаточно тяжело зайти. Поэтому, на самом деле, когда мы говорим, что это одна треть от рынка, мы немножечко лукавим. И, на самом деле, это примерно 10% от всего рынка. Потому что доля частных компаний – это 38%. Но, тем не менее, это все равно очень большие бюджеты. Пандемия, конечно, поменяла многие планы на поездки. Бизнес-тревел падал примерно так же, как и обычный тревел в апреле. В конце марта практически полностью упали международные рейсы. В апреле очень сильно упали внутрироссийские рейсы. И, собственно, когда мы запустились, это был конец апреля, мы на себе ощутили недостаток спроса. То есть у нас был нормальный готовый сервер. У нас были клиенты, которые хотели нами пользоваться, но никто никуда не летал. Все сидели по изоляциям. На прилете во многие регионы России были карантины, и это очень сильно подкосило бизнес-тревел. Но уже к концу июля все восстановилось на доковидном уровне, по крайней мере по той статистике, которую мы видим в B2C. В B2B у нас пока не так много цифр. Но кажется, что люди начали летать в конце июля. И сейчас у нас достаточно большой рост месяц к месяцу. Наш сервис очень активно развивается. Немножечко поговорим про структуру. Поскольку мы сейчас в Aviasales для бизнеса не охватываем все области инвентаря, у нас сейчас есть столько авиабилетов, и я чуть позднее расскажу про наши планы. Стоит сразу сказать, что авиабилеты — это большая часть. И по данным исследования РБК, которое проводилось в прошлом году, и по данным Unifest, которые проводили исследование 4 года назад, авиабилеты занимают самый жирный кусок всех трат на бизнес-путешествия. На втором месте данные уже разнятся. Unifest считает, что это отели. РБК считает, что это ЖД-билеты. Но, тем не менее, понятно, что тройка — это авиабилеты, отели и железнодорожные поездки. Все остальное — это небольшая доля МАИС — это организованный туризм и различные конференции, трансферы и другие услуги. Немножечко о цифрах, чтобы вы примерно представляли себе, чем, в принципе, бизнес-тревел отличается от обычного тревела. В обычном тревеле человек обычно путешествует один-два раза в год, то есть в среднем где-то полторы покупки в год. На одного человека в бизнес-тревеле даже маленькие компании путешествуют в среднем три раза в месяц, а крупные компании путешествуют около 60 раз в месяц. То есть это более чем в 30 раз больше, чем один человек, который летает в отпуск раз в год. Средний человек тоже немножко отличается, и здесь, на самом деле, в сторону уменьшения. То есть если обычный человек летает один раз в год в отпуск, куда-то на отдых, в бизнес-тревеле в основном короткие поездки по России, и средний человек по авиабилетам на одну поездку туда-обратно в среднем примерно 11000 рублей. Плюс есть еще отели, которые немножко дешевле. Средняя командировка длится два дня, и средний человек за две ночи в гостинице — это 6200 рублей. Мы, как компания, которая, собственно, предлагает услуги в бизнес-тревеле, в общем, как и все остальные бизнес-тревел агентства, получаем примерно 2% от стоимости авиабилета, и примерно 5% от стоимости отеля. Чуть дальше я расскажу, почему это важно, и сколько из этих денег сможете заработать вы, если будете проводить к нам трафик. Итак, мы, собственно, почти полгода разрабатывали сервис и запустили его в следующем виде. Наш сервис представляет личный кабинет для компании. Компания, любой представитель компании приходит к нам, регистрируется, получает доступ в личный кабинет, и дальше может самостоятельно искать, выбирать, покупать билеты и делает донеты в тех же самых интерфейсах, как и на обычном авиасейлс. То есть мы мета-поиск авиабилетов. Мы предлагаем билеты от разных поставщиков, но в отличие от обычного авиасейлс, билеты продаем именно мы. То есть мы являемся агентом у всех поставщиков, которых мы предлагаем, и клиент покупает услуги непосредственно у нас, через нас у наших партнеров. Чтобы купить билеты, компании приносят нам деньги на депозит, они оплачивают счет, получают прямо в личном кабинете себе банковский счет, оплачивают его, получают деньги на депозит и покупают с этого депозита, собственно, различные услуги. Мы предоставляем клиенту все необходимые отчетные документы для бухгалтерии. Это очень большой объем всяких разных бумажек, который необходим, чтобы поездку можно было зачесть в расходы компании. Есть два типа формы налогообложения. У маленьких компаний это украшенная форма налогообложения, и чаще всего она считается по доходам минус расходы. Соответственно, все купленные билеты можно учесть расходы. Если эта компания покрупнее, она работает на общей форме системы налогообложения, у них есть НДС, и когда они получают от нас документы и билеты, они могут НДС вычесть и меньше налогов заплатить в будущем. Что еще мы предлагаем? Мы предлагаем хранение паспортных данных сотрудников, то есть можно всех сотрудников завести в наш сервис, и можно будет в любой момент купить билет на любого сотрудника, не пытаясь найти его паспортные данные, его реквизиты, не запрашивая у него какие-то бумажки. Все уже записано в нашей системе, можно импортом сразу же большое количество данных унести к нам и просто иногда актуализовывать эту информацию. Мы отслеживаем всякие разные штуки, например, если истекает срок действия загранпаспорта, мы об этом уведомим клиента, если не хватает каких-то документов, например, сотрудник собрался в международную поездку, у него не задан загранпаспорт, мы тоже об этом сообщим. Что еще? Еще у нас есть личный кабинет для сотрудников, то есть сами сотрудники, не те, кто управляет компанией, не те, кто организовывает поездки, а просто обычные люди, которые летят в командировку, могут получить доступ в личный кабинет, где они видят только свои данные, могут искать билеты и другие услуги, оформлять их и согласовывать с менеджерами компании. Это все автоматизировано, то есть менеджеру приходит письмо на почту, как только сотрудник хочет купить себе какой-то билет, и у него есть две кнопки «Согласовать» или «Отказать». Также все это доступно с мобильного телефона, то есть все наши внутренние системы, личные кабинеты, поиск и прочее, прочее, все доступно с мобильного телефона, пока у нас нет отдельного приложения, но мы над этим работаем, но с мобильного устройства можно работать под любой ролью, то есть сотрудник может найти себе билет, и менеджер может найти билет для сотрудника и оплатить, и проверить, и добавить данные. И, в общем, все действия доступны с мобильного телефона. Еще отличительной возможностью нашего сервиса является простота интерфейса и его удобство. Мы недавно прямо секундомером измеряли, сколько времени нужно потратить на то, чтобы купить билет новому сотруднику прямо с нуля с момента входа в личный кабинет и до того, как билет выписан, когда у нас нет никаких данных по сотруднику. И в нашем сервисе это поднимает 3 минуты у человека, который никогда этот сервис в глаза не видел. Мы проверяли то же самое на нескольких кругах сервисов бизнес-тревела, и это были цифры от 10 до 20 минут. В общем, у нас очень клевый, простой, удобный интерфейс. В чем преимущество для наших клиентов? Первое – это, конечно, самая низкая цена на авиабилеты. Мы сравниваем цены у разных поставщиков. Наши цены в авиасейлз для бизнеса точно такие же, как в обычном авиасейлз. То есть никаких отдельных цен для компании, как это обычно бывает, у нас нет. Мы все те же самые предложения даем. Единственное, что у нас меньшее число партнеров, которые к нам подключены. И, в принципе, любой клиент может просто сравнить нашу выдачу и выдачу авиасейлз и увидеть, что все те же самые предложения. Мы не делаем никакие наценки ни на выписку билета, ни на какие-то действия с ним, в отличие от многих классических бизнес-тревел агентств, которые берут какую-то фиксированную сумму за каждый выписанный билет. Обычно от 100 до 500 рублей. У нас нет никаких таких комиссий, у нас нет абонентских плат, у нас нет минимального платежа, то есть с нами может работать бизнес любого размера. Может быть, компании нужно один раз летать в поездку и больше никогда они летать не будут. Они могут зайти к нам, купить билет на победу за 500 рублей, получить все необходимые документы и все. Может прийти огромная компания, которая выписывает по 100 билетов в день, и мы тоже нормально с ними работаем. Про закрывающие документы, оплата от юридического лица без комиссии и прочее я уже говорил. Конечно же, все наши консультанты и менеджеры и терподдержки работают 24 на 7. И мы готовы в любой момент помочь нашему клиенту с любым вопросом, связанным с бизнес-кровелом. От помощи с тем, чтобы разобраться в нашем интерфейсе и выписать билет, до решения каких-то сложных вопросов, когда, например, нужно разбить один перелет на сегменты, добавить багаж за два часа до вылета рейса и, в общем, любые кейсы мы легко решаем. Как вообще работает наша система, учитывая, что мы все-таки напрямую не продаем билеты, а продаем их через наших партнеров? Клиент приходит к нам, ищет билет, увидит поисковую выдачу как в авиасейл, с фильтрами, с различными настройками, со всеми вариантами перелета, багажные, безбагажные, обменные, возвратные, в общем, все тарифы, все опции. Выбирает тот билет, который ему нужен и выбирает, у какого партнера его купить. Он может выбирать по цене, он может выбирать по удобству, как ему хочется. Оформляет заказ у нас, оплачивает его с депозита, мы этот заказ получаем, передаем нашему партнеру, фактически выкупаем этот билет у партнера, получаем маршрутную квитанцию и отправляем ее к клиенту. Клиент получает ее на электронную почту. Если указаны электронные адреса сотрудников, которые летят в командировку, они также получают письмо, в котором есть маршрутная квитанция. И, конечно, он в любой момент доступен из личного кабинета. Как мы развивались? Внутренняя версия у нас была готова в конце прошлого года. Мы ее очень активно тестировали внутри себя, потому что мы тоже очень много летаем в командировки, и, конечно же, на себе в первую очередь проверяли. Бета-версия была доступна в начале года. Мы запустили туда несколько клиентов, которые тогда еще покупали билеты и активно сообщали нам о всяких разных ошибках, неудобках и прочее. В конце второго квартала мы сделали публичный запуск, запустились на всех. Практически не получили на старте продаж, как я уже говорил, из-за того, что никто не летал. Но, тем не менее, к концу второго квартала и в начале третьего квартала уже начались активные поездки, и мы растем месяц к месяцу на бешеные сотни процентов. То есть июнь-июль у нас было около 700 процентов, июль-август около 300 процентов. Сентябрь сейчас тоже будет очень большой по росту. Ну и наши планы. Я еще чуть-чуть подробнее расскажу про них. В конце этого квартала, то есть в конце месяца, мы запускаем отели. В следующем квартале же до билета, и дальше мы будем работать над трансфером и другими дополнительными услугами. Что из себя представляет партнерская программа «Авиасейлз для бизнеса» и, собственно, что мы предлагаем нашим аффилиатам? Мы предлагаем регистрировать в компании и эридические лица по партнерской ссылке. Где вы будете искать эти компании, нам, в общем-то, все равно, кроме запрещенных видов трафика. То есть вы можете лить туда трафик, вы можете делать специальные проекты, вы можете проводить своих знакомых. Я расскажу про те идеи, которые у нас есть по поводу того, где найти, собственно, целевую аудиторию. В отличие от обычного «Авиасейлз», наш оффер привязывает юридическое лицо к аффилиату навсегда. То есть если компания зарпестрирует по вашей ссылке, вы будете получать прибыль от покупки услуг этой компании все время, пока она будет пользоваться нашими услугами. То есть если в обычном «Авиасейлз» вы привели пользователя, он купил один билет, а через 2-3 месяца он в следующую поездку пришел уже напрямую к нам, вы не получите с него комиссию. Но в случае «Авиасейлз для бизнеса» комиссию вы получаете всегда, потому что компания, которая зарегистрирует, перевязывается к вам. Комиссию, которую мы сейчас предлагаем для авиабилетов, это 0,5% от стоимости каждого приобретенного авиалета. Это чуть меньше, чем в обычном «Авиасейлз», но за счет того, что компания к вам привязывается навсегда, общая сумма заработка с одной регистрацией будет гораздо выше. Ну и срок жизни cookies стандартный — 30 дней, то есть в течение 30 дней компания, которая прошла по ссылке, точнее человек, который прошел по ссылке, должен зарегистрировать компанию. При этом мы не перезатираем cookies. То есть если человек пришел по вашей ссылке, а после этого мы, ну, не зарегистрировался, после этого мы начали, например, показывать на него различные рекламные ретаргентинги и проводить его опять, и, собственно, с помощью нашей рекламы он вернулся в течение 30 дней, мы все равно запоминаем самую первую пупку, и он будет привязан к вам. То есть мы даже помогаем вам сконвертировать этих людей в регистрации. Еще раз возвращаясь к нашим планам. Отели мы запускаем в конце сентября. У нас уже практически готовые идут сейчас тестирования. А с отелем у нас будет классическая модель. Мы просто будем предлагать от одного покупщика большой список отелей, и люди просто могут выбирать отель, который им интересен, и покупать его. Мы также будем действовать на низких ценах, то есть мы будем делать минимальную наценку на те отели, которые предлагает наш поставщик, и очень небольшую наценку брать, за счет чего наши отели будут, скорее всего, в большинстве случаев дешевле, чем у конкурентов. Комиссию аффилиатов мы пока еще не утвердили по отелям, но предполагается, что это будет до 2% от стоимости отеля. Дальше до конца года мы собираемся запустить различные доп. услуги, которые привязаны к перелету. Это аэроэкспресс, эскарковки, платная онлайн регистрация и прочее. За все эти дополнительные услуги мы будем передавать до 20% комиссии нашим клиатам. Пока этой информации еще нет в оффере, но как только у нас эти все штуки будут допускаться, мы будем обновлять информацию в оффере личном кабинете, и вы сможете следить за этой информацией. Конечно же, обновление будет публиковаться в соцсетях ТРЛП. Также до конца года мы планируем запустить железнодорожные билеты, но здесь сразу скажу, что это будет не самое интересное предложение, потому что в железнодорожных билетах нет процента от стоимости. То есть комиссию, которую получаем мы, она фиксирована, она очень небольшая. Это порядка 100-200 рублей за один билет. И, в общем, даже до билетов сильно не заработаешь. Поэтому основное, на чем мы и вы, собственно, будете зарабатывать, это авиабилеты, отели и допусков билетов. Сколько можно заработать? Мы немножко посчитали и готовы вам рассказать. За одну поездку, которую совершает компания, учитывая те средние цифры, которые я рассказывал до этого, можно заработать примерно 191 рубль. Поездок таких у компаний много. Если брать малый бизнес, то есть компания, которая путешествует 2-3 раза в месяц, вы сможете заработать около 7000 рублей в год. Для более крупных компаний, если вам повезет привлечь какой-нибудь средний бизнес, который связан с поездками или крупный бизнес, можно зарабатывать до 140 тысяч рублей в год и больше, потому что, в принципе, верхнего лимита вообще никакого нет. Есть компании, в которых несколько тысяч человек, они постоянно ездят в командировку, и это будет не 60 поездок в год, это будет 100, 200, 300 поездок в месяц, и сумма, которую можно заработать, она будет гораздо выше. Теперь расскажу, собственно, кто у нас сливают с дори, и где брать этих людей, то есть как, собственно, их привлекать в наш сервис и каким образом их выцеплять. Мы ориентируемся на 4 сегмента. SOHO — это домашний офис, небольшой офис, стоит до 30 человек, в котором очень мало людей, в принципе, путешествует. Малые компании, средние компании и большие интерпресс-компании, в которых очень много путешественников. Кто отвечает за выборы travel-сервиса? То есть в отличие от физических лиц, в юридических лицах есть определенные люди, которые принимают решения о том, что нужно выбрать тот или иной сервис. Так вот, кто выбирает, собственно, travel-сервис, через которые будут покупаться билеты, отели и все необходимое для командировок. В компаниях от самых маленьких до средних — это чаще всего владельцы бизнеса. Они сами принимают такие операционные решения, нужно понравиться им, донести до них ценность, и тогда они с радостью подключатся. В средних компаниях и крупных, которые часто путешествуют, обычно есть отдельные люди, которые входят в travel-отдел, и это travel-менеджеры, которые чаще всего сами выбирают, с каким поставщиком они будут работать. Также в компаниях среднего и большого бизнеса это могут быть охошники административно-хозяйственного отдела, это те, кто отвечают за секретарей, за поставки всяких штук в офис и прочее. Поскольку командировки — это, в общем-то, тоже нужда офиса, очень часто оформлением командировок занимаются секретари, а выбирают поставщика, собственно, руководители административно-хозяйственного отдела. И через бухгалтерами они тоже могут принимать участие в выборе сервиса. HR им, например, очень нравится наша функция, где сотрудники могут сами заходить, выбирать себе билеты, и им не надо, собственно, бегать за секретарями, долго согласовывать и прочее. Бухгалтерам нравится то, что мы предоставляем все необходимые закрывающие документы, и здесь обычно конкуренция идет между нами и простой покупкой билетов, когда сотрудник сам его покупает, приносит документы и ему потом возвращают деньги. Это больше про небольшие компании. Где, собственно, все эти люди тусуются в интернете и как их найти? Разберем каждый тип. Где искать владельцев бизнеса? Владельцев бизнеса можно искать в бизнес-группах в соцсетях, особенно, если это небольшой бизнес. Есть очень много групп по разным отраслям. То есть есть группы, где находятся люди, которые интересуются строительством, то есть владеют компанией, которая как-то связана со строителями. Есть группа людей, которые связаны с различной инженерией, с производствами и прочее. То есть те, кто по роду своей деятельности в компании, в которых люди путешествуют, и при этом им необходимо обмениваться опытом. В вейтер-группах можно размещать платные посты со ссылкой на наш сервис или со ссылкой на какой-то лендинг, который вы сделаете, который будет везти к нам, и это должно неплохо срабатывать. То же самое про Telegram-канал. Есть очень много Telegram-каналов, у которых целевая аудитория владельцев бизнеса, и в них можно иногда достаточно недорого заказывать интеграцию. Можно пойти на сайты бизнес-тематики. В принципе, таких сайтов тоже очень много. И размещать рекламу у них либо целевую, то есть непосредственно на каком-то конкретном сайте отговариваться про рекламное размещение. Может быть, у вас есть такой сайт. Или делать это через какие-то медийные сетки и размещать оттуда. Ну и, конечно, контентные проекты под SEO. Есть очень много различных бизнесов, которым нужно искать информацию в интернете, и можно с помощью WhatsApp набрать определенные ключевые слова, понять, какие темы интересны владельцам бизнеса, какие нет, и запускать под них контентные проекты. Про контент я чуть-чуть подробнее поговорю еще в конце рассказа. Где искать охошников? Охошников можно искать, во-первых, на тендерных порталах и порталах с закупками, потому что эти люди постоянно запускают какие-нибудь тендеры, им важно купить что-нибудь подешевле, им важно найти там самую дешевую и качественную бумагу для офиса, самую дешевую одноразовую посуду и прочее, прочее. Поэтому на тендерных порталах можно размещать рекламу. На том же B2B-центре, самом известной тендерной площадке, можно вполне за вменяемые деньги покупать рекламный блок и крутить нашу рекламу очень, в принципе, действенный способ. Если у вас есть какие-то знакомые, которые работают в компаниях и поставщиках офисных принадлежностей, ну или просто вы можете на них выйти, можете попробовать совместные промо-акции. Компания привозит воду, например, в бутылках и может еще дополнительные листовки положить, так, чтобы секретари их увидели. Или компания поставляет канцелярию, может провести email-рассылку по своей базе и порекламировать наш сервис. Это тоже должно неплохо работать. Ну, по доходу можно делать контентные проекты. Здесь они немного специфичные, потому что этих людей в основном интересуют различные отзывы, сравнения, какие-то анализы и прочее. Наверное, это будет немножечко тяжело поймать именно этот аудиторий на контентных проектах, но, тем не менее, этот способ имеет место быть. Где искать всех остальных travel-менеджеров, HR-ов, бухгалтеров и прочее? Во-первых, в трех группах есть отдельные группы про организацию командировок, учет всяких разных документов, авансовых отчетов и так далее. Можно находить группы общие по бухучету и по кадровому учету. В этой сфере, вообще в сфере бухучета и кадрового учета, очень много изменений, поэтому эти люди постоянно следят за обновлениями, они читают эти группы каждый день, следят за тем, что там нового придумал налоговый или законодатель. Поэтому там очень большое увлечение, и посты в таких группах или, опять же, в тех же Telegram-каналах должны иметь эффект. Можно делать контент-проекты про бизнес-тревел, про оформление командировок. Опять же, они не только сидят и читают это в группах, они это и гуглят активно, что-нибудь типа там. Новые правила оформления командировок в 2021 году. Таких запросов очень много, и по ним можно хорошо собирать трафик. Что еще? Есть форумы, где эти же люди, собственно, обсуждают различные вопросы, жалуются на жизнь, обсуждают выездные проверки налоговой и так далее. На всех этих форумах есть рекламные блоки, и их можно там покупать. И партнерское продвижение то же самое, как и с Оркошниками, только с фирмами, которые обслуживают бухгалтерские и правовые системы. Есть всякие консультант-плюсы, гаранты, и очень много фирм, которые эти системы продают, настраивают в компаниях. Они также вполне могут по своей базе попробовать порекламировать наш сервис с помощью вашей партнерской ссылки, по которой вы сможете заработать. Итак, где Брат Райфер? Это Telegram-каналы, бизнес-группы в соцсетях, HR и бухгалтерские группы в соцсетях, партнерские каналы. Ваши личные знакомства — это то, что я еще не упомянул, но если у вас есть просто знакомые, которые работают в каких-то компаниях или у вас очень много друзей, вы вполне можете закинуть вашу партнерскую ссылку им, предложить попробовать пользоваться этим сервисом в той компании, где работают ваши друзья. И таким образом тоже можно вполне неплохо выбирать свою базу. Уже сейчас есть несколько аффилиатов текущих Payouts, которые подключаются исключительно своих знакомых и уже вышли на неплохие объемы заработка. Этот способ вполне имеет место быть, даже если у вас нет вообще никакого проекта, просто вы умеете хорошо общаться с людьми и у вас много знакомых. Дальше контентные проекты. Сейчас я про них подробнее расскажу. Ну и любая информация на B2B сайтах, баннеры, какие-нибудь тизеры и прочее. По контенту у нас очень много идей, и сейчас я вам с вами поделюсь. То есть вообще SEO по бизнес-тревелу и по бизнес-тематикам оно сейчас в достаточно зачаточном состоянии, то есть запросов много, а готовых ресурсов, которые отвечают на вопросы, не то, чтобы сильно много, поэтому ниши, в общем-то, достаточно свободны. Что можно делать? Какими идеями я готов с вами поделиться? Первое. Можно делать портал для командировочных людей. Очень часто ездящие в командировки интересуются достаточно определенными вещами. Им интересно, что посмотреть в городе, куда пойти, например, что можно обойти за один вечер или там, как провести два дня в каком-то городе, если у них там несколько встреч, им нужно погулять, что-нибудь посмотреть, узнать. Их интересует, как добраться от аэропорта, обычно до центра города или до определенных отелей. Их интересует, где пообедать, и они не хотят долго сидеть, изучать Яндекс-карты или 2GIS. Их интересует, что привезти из поездки. Очень многие люди не знают, чем славен тот или иной регион. Например, приезжают в какой-нибудь условный Иркутск и понятия не имеют, что из него привезти. Идут в поисковую систему, начинают гуглить сувениры в таком-то городе, что привезти из поездки в таком-то городе и прочее. И тренд, который появился не так давно, это где проработать всякие поворкинги, кафе с хорошим интернетом и тик-аудиторией и прочее. Сейчас есть, на самом деле, очень мало сервисов, точнее, контентных сайтов, которые рассказывают все эти вопросы. Парочку примеров я вам покажу чуть попозже. Но это, кажется, очень большая и очень вкусная ниша. Но здесь нужно очень много времени потратить на то, чтобы собрать собственный контент. Что еще можно сделать? Можно сделать каталог отелей для бизнес-поездок. Это тоже очень популярно, потому что люди, которые едут в командировку, во-первых, у них нет много времени на то, чтобы нормально выбрать отель. Им нужно через 10 минут быстро забронировать отель, купить билет и переключиться на следующую задачу по работе. Они не могут сидеть и читать кучу отзывов на Booking и TripAdvisor. Им нужно просто какую-то выжимку. Плюс их интересуют специфичные вещи, типа, нормальный ли там интернет, есть ли там утюг, чтобы подводить рубашку, есть ли там какой-нибудь факс, ксерокс и прочее. Но факс уже не очень актуально, но тем не менее, ксерокс или уголок, где можно что-нибудь отсканировать, отксерокопировать и прочее. Такой информации в интернете очень мало. И каждый раз это превращается в очень большой быт, чтобы все это найти. Чаще всего люди просто забивают и перестают нормально исследовать этот вопрос. Поэтому, если такой сервис появится, скорее всего, он станет популярным. Дальше можно делать сайты про бухучет. Там очень много всяких разных особенностей и очень много готовых статей, которые можно просто рейтить про перелеты, про оформление командировок, про суточные, про вахтовые выплаты. Потому что вахта от командировки очень сильно отличается. То же самое относится к кадровому учету. Как оформить, какие права не нарушить, можно ли открывать командировку в выходные, что делать, если человек заболел в командировке, если он получил травмы и т.д. и т.п. Очень много контента. Нужно просто перелопатить, забрать в одном месте, актуализовать и все будет отлично. Дальше можно писать, собственно, различные статьи, делать сайты про перелеты, выбор мест, лоукосты и т.д. Все то же самое, что вы делаете в B2C. Причем, больше того, если у вас уже есть B2C-шный сайт про перелеты, вы можете его скомбинировать с B2B-шными офферами. То есть, например, поставить виджет поиска обычного авиасейлса, где можно сразу же найти билет, и рекламный баннер B2B-шного авиасейлса. Если человек ездит в командировку, он перейдет на B2B-шный оффер. Если он летает просто для отдыха, он перейдет на B2C-шный оффер. Таким образом, можно одни и те же контентные сайты про общие тематики перелетов и путешествий использовать дважды под разные офферы, просто в разных местах размещать разные материалы. Что касается конкретных бизнес-перелетов, есть запрос на информацию про бизнес-классы, про залы ожидания, премиальные программы авиакомпаний, банков и так далее. Путешественники, которые ездят в командировки, их интересуют два вопроса. Первый вопрос — это как бы сделать свою поездку максимально комфортной, и здесь им помогают различные карточки банков, которые помогают пройти в залы ожидания и прочее. И второе вопрос, который их волнует в основном топ-менеджеров, которые ездят в поездку бизнес-классом, их интересуют, в какой лучше бизнес-зал сходить, где лучше питание, где лучше отдохнуть, в какой авиакомпании путешествовать и прочее. Немножечко расскажу про примеры сайтов. Есть сайт командировка.ru, он достаточно старый, и он включает в себя все то, что я рассказывал первым пунктом про контент. Это обзор по городам, фотографии различных сувениров, информация о том, что откуда привезти, немножечко информации про отели, в общем, очень много всякой контентной информации, которая генерируется самими пользователями, целое сообщество. Но, во-первых, этот сайт вот такой вот всеобъемлющий по информации для тех, кто едет в поездках, один всего в Гурнете. Других таких сайтов, похожих, нету, именно направленных на командировочных. Во-вторых, у него достаточно низкое качество контента и не очень хорошая реализация. Поэтому, в принципе, данная ниша достаточно свободная и можно сделать прям большой проект, потратить на это много времени, но заработать на нем достаточно много денег, потому что можно его еще комбинировать со всякими разными другими офферами. Например, отлично туда зайдут какие-нибудь офферы от банков или от тех же сервисов аренды машин и прочее. Дальше чисто контентные проекты, сборники статей и прочее. Можно выделить островок, у них есть битубичный блок, и они делают всякие мини-гайды по городам, что делать в том городе, в ином городе, как сэкономить, как что-нибудь пойти и прочее. Короче, через контентный проект посмотрите, какие они пишут статьи, просто поанализируйте их посещаемость, их ключевые слова и, наверное, сможете набрать какие-то идеи. У нас тоже есть такой контентный проект. Мы больше нацелены на то, чтобы это была база знаний. Мы там разжевываем всякую разную информацию о том, какое будет место в самолете, какие бывают классы бронирования, что делать с оформлением билетов, если их потеряли и прочее, но, тем не менее, тоже как пример можете посмотреть нашу базу знаний. Не надо рерайтить прям все наши статьи, но как пример контентного проекта под битубичный трафик это вполне неплохо. Если мы говорим про какие-то более общие такие штуки, про специализированные для бухгалтеров и прочее, самый крупный и известный сайт главбух, в нем очень много статей про бухгалтерию в целом и есть отдельный раздел про командировки и бухгалтерский учет поездок, класс и прочее. Оттуда можно вполне черпать информацию, которую можно рерайтить и размещать у себя. И таких сайтов очень много, просто выбирайте любую область, что вам больше нравится, что вам по душе, о чем вы смогли бы написать сами и дознаете кого-нибудь, кто может написать. Составляйте семантику, изучайте запросы, ищите конкурентов, делайте лучше их, приводите кучу трафика и зарабатывайте много денег на нашем офер. Субтитры сделал DimaTorzok Игорь Негода.